13.06 на часах, добрый день, меня зовут Владимир Сметанин, я приветствую гостя нашей студии Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, председатель постоянной комиссии Гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Добрый день, Денис. Добрый день. Я напоминаю вам, слушатели, что вы тоже можете участвовать в нашем разговоре, то есть задавать вопросы на сайте kirov.ru, есть специальная форма для того, чтобы вы могли оставить свои вопросы, так что я во время эфира буду поглядывать туда, если у вас появится желание задать вопрос нашему гостю, пожалуйста, пишите. Хочу начать со следующей темы. Денис, накануне появился традиционный ежегодный рейтинг регионов по качеству жизни. По итогам 2017 года наша область заняла 60-е место, то же самое место было по итогам 2016 года. В 2015 году мы были на 56-м месте, сейчас смотрю на сайте. В 2014 году на 55-м, в 2013 на 54-м, в 2012 на 57-м. То есть можно считать, что последние 4 года мы скатывались, на 60-м месте сейчас оказались. Я поясню, что этот рейтинг составляется на основе более 70 факторов. Там входит и уровень доходов населения, и занятость населения, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демография, экология и так далее. Мы на дне, на ваш взгляд? Я думаю, что мы еще... Хотелось бы, чтобы все-таки мы как-то самоулучшали свои показатели все эти. Но сегодня статистика такова, что я думаю, что ты, кто из жителей города, удивился, что у нас такое, скажем, само место по уровню... Из 85-ти, я забыл, точнее. Да, из 85-ти саморегионов по Приволжу, по-моему, только Тижина с Мариан, насколько я знаю, насколько я читал. Действительно, у нас отток населения, он есть. Это официальная статистика Кировстата. Люди отсюда уезжают. Люди уезжают. И те статистики Кировстата, мы же понимаем, что это те люди, которые снялись с регистрационного учета и уехали до постоянного места жительства. Сколько таких еще, кто не снялся с регистрацией, ведет какие-то бизнес, заработки и, так скажем, развивает экономику других регионов. Я думаю, что таких на самом деле очень много. И за последнее время, за последние годы, ну вот, лично я не наблюдаю какого-то гигантского тут роста. То есть, какой-то комфортной среды для бизнеса. Каких-то строительств, ну, за исключением одного, может, вот этого нашего военного предприятия, которое было построено за последние годы там на базе ВИТЭК. Кировская прошлостроительность, наверное. Да, все остальное, я считаю, закрывается. Мы видим, как из заводов превращаются какие-то торговые центры и прочее. Поэтому я считаю, что это путь в никуда. И если мы продолжим так же, так же, такое же отношение к нашему населению, то есть сюда потекут какие-то инвестиции, то я думаю, что мы и через год увидим какие-то другие цифры. Но руководство в нашем регионе говорит, что будет все хорошо. Все хорошо. Помните предвыборные лозунги нынешнего губернатора? Мы все хотим. Кировская область сильной, вместе с делами усилия. Я думаю, что и вы, и я, мы хотим в это верить. Но пока, к сожалению, мы этого не наблюдали. Вы знаете, я тут недавно такое замечание сделал, подметил, ехал на троллейбусе и просто смотрел в окошко на автомобиле. Я поразился. Сплошь идут свеженькие, далеко не бюджетные автомобили. Мерседес, Лексус, БМВ. Откуда у людей деньги? Это такой закономерный вопрос. Если смотреть на машину, все в порядке. Ну, вы знаете, просто у нас очень маленькие узенькие улочки. И на таких маленьких узеньких улочках кажется, что автомобили... Если были бы так и широкие магистрали, как в Москве, я бы не брал внимания. Поэтому я не думаю, что это основной показатель. Это очень маленький процент людей, кто это может позволить. То есть, если мы посмотрим, какие заработные платы в наших детских садах, учителях, то я думаю, что вряд ли они даже могут мечтать о таких автомобилях. Про слоение идёт, на мой взгляд, в Кире, в области? Я думаю, что... В области увеличивается между тем, кто много заработает и мало. Если вот в Кире мы с вами наблюдаем какую-то жизнь, то есть, вечером какие-то кафе, клубы, магазины хорошие, качественные... То есть, если мы отъедем километров 50 от города в любую сторону, на мой взгляд, там жизнь, в принципе, заканчивается. Там реально нет инфраструктуры. Люди оттуда, как уезжали, на мой взгляд, так и будут уезжать, потому что невозможно убедить человека, допустим, если там школа закрывается, или поликлиника какая-то закрывается, или детского садика нет. То есть, где-то остаться жить там, либо на селе, либо в каком-то районном центре, где нет просто работы, где из работы остались только самые госучреждения. То есть, большинство районов, рынок труда, это администрация, какой-нибудь там, не знаю, пенсионный фонд, Сбербанк, может быть, полиция, полиция, в смысле, и какие-то еще органы. То есть, ну, это, вы знаете, это путь никуда. Должен, в первую очередь, развиваться бизнес. Но когда мы все окончательно убьем, и люди все переедут и будут где-то работать по торговым центрам, какое бы желание у предпринимателя не было что-то в районе развивать, он туда никогда не будет ничего вкладывать. Потому что там просто некому будет работать. И заманить туда, допустим, будет людей достаточно сложно. И, на мой взгляд, то, что мы радовались на протяжении нескольких лет, что у нас рост ввода жилья в эксплуатацию в городе Киры, мне кажется, этому надо было плакать. Потому что население города, как было примерно в 90-е годы, мы сейчас не берем, там, до человека 500 тысяч человек, так оно и сейчас примерно 500-530. То есть, понастроили больше, чем нужно нам. Ну, конечно, то есть, это элементарная вещь. И переизбыток вот этого жилья, это показатель того, что часть людей уезжает, а заполняют эти в основном квартиры. Это миф, что у нас приезжают там из других регионов, там, с севера, это единичный случай. Это, может, какие-то семейные обстоятельства вынуждают людей ехать сюда. А так переезжают просто из районов, потому что там негде работать, нет перспективы у детей, их негде там, ну, продолжить образование, то есть, и так далее. Поэтому и низкий уровень зарплаты. По поводу рабочих кадров, такой печальный пример у нас в студии приводил лице-президент ВТП Андрей Весенко, он говорил о том, что есть предприятие в Татарстане, которое занимается переработкой не деловой древесины, а сырье они берут у нас. Собственно, да приезжайте к нам, вот в район в этот Йети и там строите свои предприятия. Нет, мы не найдем, говорит, людей, никому будет работать. Вот это то, что мы о чем сейчас говорим. И, мне кажется, такая проблема сейчас будет везде, хоть в сельском хозяйстве. То есть сейчас специалист, который там в сельском хозяйстве, механизатор, еще что-то, я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что там у него близко к среднему возрасту 50 лет. То есть, что будет через 10 лет, ну, я не знаю, кто-то об этом задумывается или нет. Я очень надеюсь, что кто-то об этом задумывается. Очень надеюсь. Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы. Это его особое мнение. Подошло время небольшой паузы, мы скоро продолжим. Продолжаем наш разговор с Денисом Ерохиным. К следующей теме перехожу. Напоминаю, что вы, слушатели, можете задавать вопросы на сайте kirov.ru. Следующая тема. Те кировчане, домами которых управляет управляющая компания Нелинского района, получили квитанции за ЖКХ. И заметили многие, что там изменился получатель платежей. Был расчетно-информационный центр Кировской области, а теперь это расчетно-консультационный центр. Накануне Ньюслер опубликовал большой материал на эту тему. Учредитель нового получателя Наиля Акчурин, некто, кировский предприниматель, который руководит благотворительным фондом «Надежда», «Янтарная Слобода» и другими предприятиями. Многие эксперты, ну вы часто комментируете, да, коммунальные темы, эксперты и ваши коллеги считают, что таким образом деньги из-под контроля выводятся. А на ваш взгляд, что происходит? На мой взгляд, это действительно какая-то непонятная странная ситуация, но все, что происходит с Ленинской управляющей компанией на протяжении многих лет, это все странная ситуация, не поддаются объяснения. Только мы недавно обсуждали, как там уволилась команда в кавычках управленцев и получили там 2,5 миллиона неких золотых парашютов. Кстати, глава администрации Леш-Урдин сказал, что он будет добиваться возврата этих денег. Это реально на вашем? Да, он это говорил. Я, честно говоря, не готов это комментировать. Реально это нереально. Наверное, приложить все усилия, он, наверное, это сделает. Но насколько-то реально, наверняка, в данных трудовых договорах были прописаны эти вещи. Поэтому, на мой взгляд, в плане судебных каких-то перспектив, наверное, здесь вряд ли в администрации что-то получится быстрее всего. Я, опять же, очень хочу надеяться, что я ошибаюсь. И все получится. Потому что это деньги жителей. Дома, которые обслуживает Ленинская управляющая компания, это далеко не идеальные дома. Ну, это такой, скажем, пожилой фонд. Пожилой фонд, да. И в основном в этом пожилом фонде проживают наши пенсионеры, ветераны, которые, в принципе, наверное, самые активные и добросовестные платильщики коммунальных платежей. Потому что после того, как, допустим, разносят квитанции, то в любой Сбербанк, мне кажется, там просто лучше не заходить. Они там выстраиваются в дружную очередь. То, что сейчас произошло, ну, я считаю, что в этом разберется. И, наверное, и глава администрации, и еще что-то. Потому что я не думаю, что учредители Сбербанка России и администрация Кировской области, по-моему, там у Рицкого 49% это Сбербанк, 51% это администрация области. И вдруг становится какое-то физическое лицо, частное лицо. То, ну, честно говоря, для меня эта история непонятна. Я считаю, вообще, создание самого Рицкого, на мой взгляд, нужно ли оно вообще? То есть я смотрел практику в других городах, как это происходит. Там есть просто организации, которые оказывают услуги управляющим компаниям по печатанию квитанции. И платят, но это люди. Да, и платят. Ну, это вообще, это какие-то минимальные. Там нет, допустим, у Рицкого, по-моему, там то ли полтора процента отчисления, то ли, ну, вот как-то так, боюсь сейчас в цифры погружаться, могу просто ошибиться. До этого у Ленинской управляющей компании был какой-то свой Рицкий. Там вообще 3 с чем-то процентов был комиссионный. Уходило на эти вещи, да. Да, то есть я считаю, что необходимо сделать, как в других городах, использовать всю лучшую практику других городов. Там сделано следующим образом. Печатается квитанция, и она единая квитанция. И напротив каждой главы идет штрих-код. И когда человек приходит оплачивать, и самооператор банка, это можно сделать на базе ВТБ, на базе Сбербанка, и самооператор банка считывает эти штрих-коды, то платеж, он сразу защипляется на получателей. То есть это идет и ресурсник, и прямой платеж. Да, прямой. То есть он уходит, минуя вот эти Риц и прочее-прочее. Все эти истории, я, честно говоря, против всего этого. То, что у нас плодят бесконечные какие-то Риц, какие-то МУПы, какие-то областные предприятия. Надо просто смотреть их эффективность. Если можно от этого уйти, и это все может делать банк, то давайте, так скажем, изучим, нужен ли какой-то Риц, и тем более Риц, который частный. То есть это, ну, мне кажется, большинство людей сейчас просто вызовет какое-то недоумение, то, что, ну, как так? То есть вроде Ленинская управляющая де-факто является муниципальной, и в то же время появляется перечисление на организацию, где учредитель просто частное лицо. А у депутатов Городской думы есть полномочия поднять официально этот вопрос? Мы поднимем официально этот вопрос. Там Поленинская управляющая еще сейчас поднимается вопрос. там на сегодняшнем, буквально на днях стало известно, что выводятся большие дома, в частности сейчас обращение, самообращение людей по улице Волково 3, дроп-1, дроп-2, там, значит, из Ленинской управляющей компании вывели дома на другую управляющую компанию, то есть как бы у Ленинской управляющей компании. Как вы говорили, сами жители решили прийти? Нет, жители ничего не решали, как они утверждают, что за них просто подделали протокол голосования, вот сейчас они собирают подписи и обращаются сама в органы, обращаются в ГЖИ и прочие истории. Нам эксперты рассказывали, да, что это довольно распространенная ситуация. Да, поэтому все, что происходит в сфере ЖКХ, я считаю, что надо просто до основания вычищать, а потом заново создавать, потому что это, на мой взгляд, очень все непрозрачные люди, не понимая, за что они платят, куда они платят. И с такими историями, мне кажется, у них еще меньше будет саможелания что-то оплачивать. Денис, вам вопрос есть на нашем сайте. Вопрос задает Алексей. Вы критикуете вполне законно и логично, указываете на промахи. Бывшие администрации города Кирова, Быков, Перескоков. А что существенно полезного и кардинального с новой стратегией сделали новые руководители, пока мне, Алексею, не видится ничего? Интересный вопрос. Вы неоднократно говорили о том, что поддерживаете новые городские власти и возлагаете большие надежды. А вот Алексея интересует, а что они уже сделали, за что их можно похвалить? Я, может быть, частично соглашусь. Я считаю, что у нас новая власть, она буквально еще измеряется в месяцах. Четыре месяца. Да, четыре месяца. И все, что наделано предыдущим руководством самого города, то есть по всем депрозрачности всего, расходованию бюджетных средств, каких-то неэффективных мопов, то я думаю, что это в один день не сделать. Я просто считаю, что давайте поговорим об этом хотя бы через год. Ну, вы говорили об этом. Да, оценим самодействия и какие-то, может быть, неудачи, может быть, какие-то победы нашего главы администрации Ильи Вячеславовича и нашего, нашей главы города Елены Васильевны. То есть хотя бы, ну, нужно какое-то время, чтобы вникнуть и разобраться, потому что на сегодняшний день что в Думе, что на комиссиях в Думе мы постоянно что-то выясняем, постоянно это выходят какие-то непонятные истории, поэтому я думаю, что это еще далеко не последняя история, поэтому нужно просто хотя бы год, я думаю, чтобы был как-то. Алексей, потерпите вместе с нами. Денис считает, что мы тоже год должен был идти. Ну, кстати, раз уж мы заговорили о бывшем руководстве города, давайте вспомним публикацию, которую вы прокомментировали на сайте ЛДПР и Кировского отделения можно прочитать. Я имею в виду публикацию взломки Ровчанина, информацию о том, что бывший глава города Владимир Быков задержан. Увезли в ФСБ, сказали, что все, что-то такое, да? То, насколько активно эта новость стала обсуждаться там же, в паблике, вы назвали лучшей оценкой работы Владимира Быкова на посту города. Там просто многие люди писали о том, что наконец-то это произошло и так далее. Новость оказалась, это узко опровергла потом информационно. Я думаю, что в каждой утке есть какая-то доля правды, может быть. То есть я допускаю, потому что вряд ли кто-то сидел и придумал конкретное время, когда его везли, во сколько привезли и так далее. Я допускаю. Информация это чисто техническая любая часть группа может, да? Ну, я, честно говоря, не готов это обсуждать. Это вопрос в группе, где они взяли эту информацию и так далее. Мне так же, как и многим дописали вечером, что такая история. То есть потом неоднократно приходили какие-то сообщения там от знакомых, от друзей. Все спрашивали друг у друга, правда это или неправда, неужели это правда. поэтому я, честно говоря, я не знаю, может вы где-то слышали какую-то грусть по данной новости от какого-нибудь саможителя. Ну, мне кажется, это может только быть от семьи Владимира Васильевича. Она только может погрустить. Все, что сделано за 10 лет в городе, это, ну, это, на мой взгляд, и есть вот самая лучшая оценка. Это проданные парки, это мупы, которые там непонятная эффективность, это попытка неоднократно продать центральный рынок, это проданный сах, это точечная застройка, которая, на мой взгляд, изуродовала город, и причем это безвозвратно. То есть эти дома уже никто никогда же как бы не снесет, а город потерял какое-то свое лицо. Это на протяжении нескольких лет снос деревьев и баланс между сносом деревьев и высаженными деревьями до столько минусов, что он измеряется в тысячах. Я ищу таких примеров. Я думаю, что каждый житель города Кирова может приводить много, поэтому никакой грусти, вы знаете, как бы не задержали. А на вашем днестателе как много жителей города Кирова осознают вот эти вещи, о которых сейчас вы говорите? Я думаю, что все осознают. Я убежден, что надеюсь, как и все жители города Кирова, что когда-то это произойдет, потому что невозможно. То есть есть какая-то неотвратимость таких вещей. то есть на мой взгляд даже продажа парка, вот мы все буквально читали, вот я с собой взял газету в ответственном наблюдате. Вот только что история, буквально 31 января арестован глава города Махачкалы в Дагестане. История один в один то, что произошло с парком Победы. Я думаю, вопрос времени, потому что законодательство, что в Дагестане, который является территорией Российской Федерации, и это такая же наша страна, те же законы, те же законы, и я думаю, что обратят внимание и вряд ли какая-то вряд ли удастся мне, скажем так, уйти самоотнаказанием. Вряд ли. В середину часа у нас сейчас будет реклама Денис Ерохин, запутат Кировской городской думы, представители постоянной комиссии городом и по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу экологии безопасности и жизнедеятельности. Полторы минуты и мы продолжим. Давайте, Денис, сейчас поговорим о том, как живет город, о его проблемах. Вот вы недавно упомянули, что один из помоков бывшего руководства города это плохое озеленение. Буквально недавно у нас в студии был Кировский природоохранный, межрайонный природоохранный прокурор Роман Фисенко. Он приводил цифры просто ужасные. Мы вырубаем в городе деревьев намного больше, чем, собственно, их высаживаем. И по мнению прокурора, депутаты городской думы тут могут все-таки поменять правила благоустройства. То есть, закрепить четко настолько вырубленных деревьев, мы столько-то высаживаем. Он прав? Вы можете это сделать? Я думаю, что городской парламент мы с ним на эту тему тоже общались буквально недавно. К сожалению, нет федерального закона по ограничению вырубки и высадки деревьев. В этом все правильно. Все-таки зафиксировано? Да, это до федерального уровня не зафиксировано, поэтому это может принять каждый муниципалитет. Он у нас был на комиссии нашей. Значит, он тоже нам приводил эти цифры, что из двух тысяч снесенных деревьев аварийных высаживается 400. Буквально на последней думе мы получаем план озеленения и видим ту же самую историю. То есть 1650 деревьев мы в 18-м году сносим, 300 высаживаем. Из них пропорция примерно тоже получается. Да, из 1650 деревьев мы только 150 пней достаем. То есть выкорчевываем. То есть у нас полторы тысячи пней в городе будут, ну, как, знаете, как в делянке в какой-то. То есть для бабушек хорошо. Присесть можно. Ну, тогда их повыше отпиливать, чтобы они хотя бы из них лавочки делали. Ну, это да, это юмор у нас. Мы видим, как, допустим, на Дрилевской, вот, напротив старой самой Рекпалаты, да, Таспасской, извини. Значит, напротив Артябской прокуратуры, по-моему, сейчас там находится, там выкладывали брусчатку и аккуратненько обкладывают вот пни, вокруг пни выкладывают вот эту брусчатку. Ну, и чего делаем? То есть, вообще, то есть, Это только одно слово, колхоз, приходит на ум. Ну, это же бред, то есть, как бы, ну, я не знаю, насколько надо не любить город, чтобы вот заниматься такими вещами, чтобы, чтобы вот не делать, либо это какое-то отсутствие полностью здравого смысла и вкуса, да, либо это просто вот достойко не любить свою работу, чем ты занимаешься, и вот достойко не любить свой город, чтобы делать подобные вещи. Такая история на протяжении нескольких лет, и мы на думе спрашивали у начальника благоустройства, не превратимся ли мы такими темпами в степ, значит, он нас уверил, что нет, ну, честно говоря, цифры... Нет и все или объяснил? Нет, он объяснил, что, не объяснил, он говорит, что ситуация запущена с аварийными деревьями, и поэтому необходимо быстро-быстро все вот убрать, но я считаю, что такими темпами, вот то, что нам говорят цифры, все-таки мы можем из самого зеленого когда-то города превратиться вот в такой каменный мешок, где будет очень такая скромная растительность. Так все-таки в силах депутатов я думаю, что да, мы совместно с природоохранной прокуратурой сейчас изучаем данный вопрос, как это возможно, и нужны изменения в правила благоустройства, и, конечно, мы будем выходить с инициативой, чтобы хотя бы либо в процентном соотношении закрепить там, допустим, разницу от снесенных и высаженных деревьев, либо там, не знаю, там, ну, в идеале, в моем понимании, это, конечно, один в один. То есть, тысячу снесли, тысячу посадили. На каждое вырубленное посадили, будет доброе. Да, посадить. Ну, я считаю, это как бы логично, и это так должно быть. А вот сети-менеджеры и лешевые люди считают, что наш город зарос, зарос кустарником. Он действительно... Напоминает лицо, небритое лицо сильнопищевого мужчины, как выразится, Илья Вячеславович. Я частично с ним тут тоже согласен, потому что данным вопросом-то никто не занимался на протяжении многих лет. Видимо, 10 лет некогда было этим заниматься, нам было заниматься освоением бюджетных денег, продажей парков там, и какими-то другими более важными делами. Поэтому действительно деревья имеют стареть, они там, тем более в такой среде, в которой они находятся в городе, они, наверное, как-то там действительно станутся какими-то аварийными. и я считаю, что все равно все должно быть планомерно. То есть, если мы сколько-то снесли, то мы должны столько же высадить. Это мое убеждение, и я, по крайней мере, буду это пытаться доказать. Давайте об уборке города поговорим. Вот, Шульгин ругает подрядчиков, убирали от бордюра до бордюра, но пока подрядные организации, коммунальные, не могут до конца выполнить его требования. Сейчас приводили, да, в перерыве пример, как в Нижнем Новгороде убирается, намного лучше, намного хорошо. Что, все без толку пока, все эти обещевания чиновников и так далее? Я думаю, что необходимо в контракты подрядчикам вводить какие-то мощные штрафные санкции по качеству уборки. Я думаю, что необходимо есть, но применяется или не вопрос. Допустим, у нас есть гарантия на ремонт дорог. Честно говоря, у меня большие сомнения, сколько по гарантии отремонтировал, например, ГДМС дорог. То есть, если кто-то строит дорогу, они несут гарантию. Так же и здесь. Если кто-то плохо прибрался, должны применяться какие-то штрафные санкции, вплоть до реестра по недобросовестным подрядчикам, чтобы в дальнейшем они не могли участвовать в аукционе, такая история, она есть и во всех городах она почему-то есть. У нас как бы, я думаю, что у нас к этому придут. То, что действительно я по работе часто очень бываю в Нижнем Новгороде и тротуары очищают до асфальта. Это центр города? Это не центр даже города, это просто обычные районы типа наших чистых прудов. То есть это обычный спальный район. В городе все, что остается самого барбюра, это практически вручную маленькими тракторами все это скружают и возят. Хотя надо понимать, что улиц там зачастую большинство, если не брать центральную часть, они там шире, больше и так далее. То есть действительно стараются как-то использовать, так скажем, чтобы людям было комфортно. Я думаю, что у нас к этому придут и с помощью каких-то механизмов составят подрядчиков делать свою работу добросовестно и как говорится, будем ждать, чтобы сходить. Изрядно, конечно, уборке улиц от снега мешают припаркованные автомобили на краю поезжей части, и вот администрация придумала выкладывать на своем сайте список тех улиц, тех мест и время, с показанием времени, когда, где, собственно, будет проводиться уборка от обочины до обочины, чтобы автомобилисты посмотрели и убирали. А еще у нас муниципальную эвакуационную службу есть желание создать. Как эти идеи оцениваете? Вы знаете, мы уже об этом с вами только что говорили, что на протяжении 10 лет мы испортили город, в том числе и точечной состройкой. у нас были такие нормы строительства, что на 15 сотках можно было выстроить двухподъездную девятиэтажку. Соответственно, нет ни приличных парковок, ни детских площадок. У большинства домов мы это можем наблюдать. Поэтому действительно машины сейчас становятся с каждым годом больше, потому что машины многие уже могут позволить. То есть стоимость автомобиля, они абсолютно разные и люди покупают машины. Поэтому, чтобы допустим их увозить куда-то, надо просто сначала дать альтернативу. Он сказал об этом, что нужно одновременные парковки вызывать. нужно дать парковки, куда человеку поставить. Если человеку лень пройти 10-20 метров к примеру, и он оставил машину где-то посреди дороги, конечно, ее надо самуэвакуировать, увозить, там может какой-то штраф давать. Но если человеку реально негде поставить, запретить можно все, но вопрос, куда люди будут ставить свои автомобили. Просто нет мест в городе. Можно по пути к Китаю некоторых мегаполисов, потерь, нет, я имею ввиду, только тогда сможешь купить автомобиль после того, как приобретешь гараж или парковочное место. В советское время именно такая же история была, чтобы купить машину на сначала гараж, или наоборот там как-то было. Но я считаю, что сейчас мы вряд ли сможем так кардинально свободной демократической стране такое невозможно. Я считаю, что изначально надо начинать со строительства парковок, сносить вот, у нас есть старые аварийные дома, там 230 или 240 домов, которые планируется сносить. Может быть на их месте смотреть, какие-то сделать парковки для дворов, для людей. И тогда, когда будут парковочные места, человек сам не будет ставить машину на обочину, потому что каждый оставивший на обочине машину, он все равно так или иначе переживает за нее, чтобы ее там не царапнули, не зацепили, не за еще что-то дизодели. Поэтому с радостью спросите любого самоавтолюбителя, он с радостью покажите ему, куда ставить, он будет ее ставить и уходить домой спокойно спать. А как вам заявление Шульгина о том, что если и строить дом на 170 квартир, то нужно, чтобы 170 парковочных мест было рядышком? Там некоторые общественники раскритиковали это предложение, потому что... А в чем они? Просто я пытаюсь представить себе, это сколько нужно места под автомобили? Ну, вы знаете, допустим, взять... В центре города это точно невозможно, только лишь на окраине. В центре города мы уже все использовали, все, что можно сделать. Но если взять, допустим, к примеру, ближайшее даже Подмосковье, где земля стоит на порядок дороже, чем у нас в Кире, то заезжая в любой двор там можно не только увидеть парковку, там можно увидеть стадион для детей с баскетбольными кольцами, футбольными кольцами. Поэтому я считаю, что там 170, не 170, но то, что их должно быть не меньше, чем квартир, я это поддерживаю вполне определенно. Денис, остается буквально минута. Что сейчас в недрах вообще хочу спросить постоянной комиссии по транспорту, жилищно-кануальному комплексу, экологии и безопасности происходит? Чего ждать? Каких предложений в ближайшее время горожанам? Минута буквально. В первую очередь мы сейчас будем добиваться того, что мы говорили по деревьям, чтобы выровнять вот этот баланс и остановить вот это тысячные потери каждый год педусовые потери деревьев. Это первое. Второе, мы продолжаем активную работу с Т-плюсом по прозрачности, чтобы у нас жители понимали, за что они самооплачивают. Они у нас активно принимают участие в работе нашей комиссии и чтобы сделать прозрачную систему по оплате вот именно отопления. То есть вот это основные вещи, чтобы вот сегодняшний день. Ну а дальше темы, они, как говорится, появляются каждый день, постоянно что-то выясняется. поэтому будем стараться быть полезными и работать на благо горожан. Спасибо. Истекает время особого мнения. Денис Иерохин, депутат Кировской городской думы. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.